Если вы берёте вот такую ширину грудной клетки, у Майи, да? Которая в два раза меньше, чем высота её головы. Это вы что с ней сделали? Вы её под асфальтовый коток заставили? Или что? Ну, потому что иначе так барышню не отнормируют. Вот смотрите, вот у вас линия, с которой начинаются плечи, вот линия подбородка. У вас подбородок отстает очень высоко от линии плеч. Смотрите, это по сути дела третью высоты головы, да? Ну, посмотрите, ну разве подбородок выше линия плеч? Нет, ну а что же вы делаете? Так, у нас пока только была. А у нас задача была значительно более сложная. Так? Здесь вот самое главное в сегодняшнем задании. Попробовать не только там одну голову, а попробовать сочетать детали. Другие болят зубы. Нет. Вот на вашем изображении очевидно, что болят зубы. Обратите внимание на линию щеки. Что его так раздуло? Вы посмотрите, как встроена линия у живого человека. Угу. А он просто много есть. Так, да, это правильно. Славно. А теперь давайте посмотрим, сколько суставов в руках у этого человека, который вы нарисовали. Вот здесь сустав должен быть? Должен. А вот этот сустав? Нет. Нет. А что же тогда это такое вот так выступает? Не знаю уже. И я не знаю. Хорошо. А теперь давайте попробуем сравнить толщину руки с толщиной шеи. Опа. Давайте-ка. Да, я знаю, он рисовал на полу. Раз. Болезненно. Два. У меня руки вот три. Значит, рука в трое тоньше шея. Значит, давай, Курман. Вот толщины руки, да? Ты себе представляешь, что мы в три раза увеличим этот размер. Мы получим вот такую же... Ну, просто как у Бульбова. Шея-то не пойдет в голову без всякого вообще следа, да? Значит, если уж ты рисуешь такую толщину шею, да, то и руки, соответственно, какие должны быть? Более. Ну, помимо. Ну, тем более, что уж сказать, что очень тонкие ручки у вашего партнера нельзя. Я тебе покажу. Ага, очень славный фантомас. Но, не, ну, когда вы в бандане, то просто подмывает сделать фантомасу, торчающие уши, голая линия лба. Это вполне понятное желание. Но меня интересует вот что. Назад шея длинновато? Нет, нет, одну секунду. На одну секунду просто, вот, посмотрите вперед, да? А, ну, здесь вы даже не особо соврали. Дело в том, что здесь вот эта вот линия, она очень хорошо видна, посмотрите. Переход нижней губы, подбородок, да? Ага, линию подбородка более-менее поймали. Но тогда все-таки вот здесь больше. Так. Вот мы сразу получили овал вытянутого лица. Да, то, что есть на самом деле. Если вот так шея, вот так плечи. Так. Да, в этот раз вам удалось. Единственное, попробуйте, вот смотрите, у вас уголки глаз строго на прямую линию. И внешне, и внутренне. Смотрите, а так на самом деле, Ирина? Ну, там чуть повыше. Вы рисуете человека, который немного опустил голову. У вас сразу в уголки глаз идут чуть-чуть вниз. Потому что линия вот так идет. Это она стала вот такой, не прямой. Угу. Угу. Понятно. Так. Смотрим. Угу. А, там стоит сейчас в поле летает брашник. Вполне себе. Пойдемте, а разбудили. Отначе надо, сейчас идем. Слушай, там нечего. Где-нибудь сухого. Где я? Так, ну, давай смотрим, что имеем в уголке. Это Света. Так, это Света. Это надо написать. Потому что иначе понять сложно. Наня, обрати внимание, какая штука. Да, Ирина Света у нее, правда, такой здоровый щекобородок. Смотри, у тебя эта высота. Это половина, даже больше, чем половина высоты скулы. А Света на лицо при высокоскоросте, так, смотри, какой подбородчик короткий. А что, мальчик? То есть, вот так. Значит. Ну и потом. Сравни высоту скулы с высотом ума. Все это очень высокое. Нет, вот эта высота просто меньше. Слушайте. Слушайте. Слушайте, предыдущие уголки. Так. Ты договоришься так? Да. Ура! Это самое главное. Значит, подожди, на секунду, не отпускай голову. Ага. Хорошо. Попробуй, ну вот, засечку взять. От ямки вот этой, да, до конца подбородка. И сравнись вот эту высоту, от уголка рта до нижнего века. Возьми засечку. Смотри. О, цвет. Цвета. Примерно, что происходит. Одинаково. То есть, вы считаете, что вот это два... Я давно осуществила. Здесь. Стоп, стоп. Я говорил, вот эту часть, да, и от уголка рта вот сюда, до нижнего века. И вот они у вас одинаковыми получились. Нет. У меня получается в 1,75 раз вот это больше, чем у этого. Но если вы делаете вот такую высоту скулы, а сравните высоту скулы теперь, да, вот эту вот, с высотой лба. Вот отсюда от уголка глазу, до начала волос. Понятно, что вот так должно быть. Но тогда вы получите не свету, а очередного эльфа, который вы так любите рисовать, который весь вытянут вот так вот по вертикали. Ну, вы сделали чудовищно высокий скул. Значит, вот если вы глаз, линию глаз вот здесь делаете, а линию подбородка вот так вырежете, то вот этот профиль, точнее фаз, будет примерно соответствовать тому, что вы видите. Ну, просто мы же с вами зачем учимся сопоставлять размеры? Ну, как раз для того, чтобы окладывать таких скул. Ну-ка, барышня, глянем. Да сиди, сиди, ты, ради Бога. Вот, кстати, одну интересную штуку поймал. Я уж не знаю, осознанно, не осознанно. У моей действительно очень широко сидящие глаза. Бывают люди, у которых глаза близко посажены. У моей широко сидят. Но уж не настолько широко. Глушь, вообще ее в кролика превращает. Глаза где-то в районе висков. Так? Примерно, прикиньте. Ну, давайте посмотрим. Вот у вас есть внутренние полки глаз. Ну, если напустите, они придут примерно к основаниям крыльев. А в лице не бывают мелких деталей. Вы чуть-чуть изменили линию, и сразу другого выражалось. Лицо, да, чуть-чуть не получилось. Не без этого. Скажите, пожалуйста. Нет, я понимаю, что... Значит, я бы тоже Дианой восторгался. Но где вы увидели против себя лебединую шею? Вот лебединую шею я не вижу чего-то в ухо. А у вас, давайте мы это сравним, высоту шеи, да? Вот, от плеча, попоробка. Так? Ну, я не знаю с чем. Ну, допустим, с высотой видим руляца. Раз, два. Значит, в результате. А теперь прикиньте. Значит, как бы выглядела Диана, если бы у нее вот из твоей позиции шея бы оказалась всего вдвое короче высоты лица. Ясно, что голову ее, например, на 15 приподнять надо. Вот я говорю, группа товарища Прокруска. Ну, тогда-ка я вот так тебе на 15 сантиметров голову ловил. Понятно? Знаете, ребятки, а вот это, кстати, очень интересно. Учитесь сопоставлять размеры. Ну, хотя бы пример. Ой, ясно, что он в этом варианте побывал в мясорубке, его слегка вот так по спирали. В чем дело? Значит, если овал лица пошел вот так, то вот эта линия, вот она. Вот она. А значит, получилось, что у вас череп перекосило вот какой-то непонятной силы. Причем глаза, нос, рот остались в одной композиции, а мозговая часть черепа у вас куда-то вон туда вверху. Так. Ну, вот хотя бы так немножечко дело покорректируем. И потом, мне кажется вам, что у вас на рисунке вот этот глазик по отношению к этому. Вот смотри, вот все нормально с глазами или нет? Ну, что-то поменьше. Да даже не в этом дело. Тебе не хочется его немножко опустить? Он просто поднят выше этот глаз. Но, с другой стороны, линия рта у тебя наклонна в эту сторону. Так что оправданно. Но тогда, смотри, ты рисуешь уголки глаз на одной горизонтали. Попробуем немножко изменить. Вот этот уголок чуть выше, а вот этот чуть не выше. Вот так. Вот этот уголок оставим, а вот этот чуть опустим. И вот смотри, вот то, что казалось дефектом, на самом деле превратилось в изображение наклона головы. Так. Просто не надо глаза лепить строго по прямой линии. Так они почти никогда и почти ни у кого не стоят. А так, по-моему, занятник. Намечен, где у него примерно подмышки? А, вот намеченный у тебя, да? Нормально. Нормально. Хорошо. Сейчас подойду. Сейчас подойду. Ох. Товарищи прокрусты. Дева-то решила отограться за все. У Коли симпатичнейшая, круглая физиономия. Зачем вы его так? Ну, понимаете, вот это не круглая, просто ни разу, она очень сильно вытянутая. Ну, щеки больше. Ну, щеки больше. Вот эта высота, если уж это высота черепа, да? Да? Вместе с прической. То ширина у вас вот такая должна быть. Знаете, как я. Колька, давай садись на мяч. Если не видите глазами, меряйте, меряйте, меряйте. Что раз я говорю, задачка не мелкие детальки, а задачка у тебя с основной размерами. Так. Так. О, Господи. Группа боевых и там на выходе. Нет, все верно. Уши оттопырены, голова круглая. В этом смысле все верно. Так. Шея, как колонна, в данном случае, это не настолько и неправильное. Да? Но у вас вот линия плеч. Согласны? Да. А вот нижняя точка подбородка. Посмотрите вперед. У вас какая линия выше располагается? Линия плеч или линия подбородка? Линия плеч. Линия плеч. Плеч вон там. Вот они. Так. А так это помесь между лебедем и фантоматом. Понимаете? Вот, если вот как-то так, с точки зрения пропорции, это ближе к реальности. Да, ну, естественно. Линия плеч. Вот там оттопится. Да. Ну и вот это плеч, вы считаете, она прямо совершенно полукруглая. То есть никакого... Руку от лица... Можно брать? Пойдем. Никакого подбородочного выступа вообще нет. Или он все-таки присутствует? Вот, ребята, в вашей паре вообще такие мужские подбородки, которым можно гордиться. Отлично, очерченные, выступающие, широкие и так далее. Что же вы изображаете-то, бог знает что? Вот это вот плавный, неясный кисель. Широкий, причем, смотри, даже с ямочкой посередине. Он просто мечта. Так. Значит. Давайте корректируйте. Мои наметки, мои наметки, в нашем, на самом деле, ничего не значит. Ваша линия должна быть в работе. Давайте. Да. Ну, Ева все равно... Все равно шире. Вот эту же. Так, ну, давай. Ага, то есть ты, Еве, вас дал полностью по засклугам. Как она тебя, так и ты ее. Чтобы вообще никому обидно не было. Так. Начну с того, что Еву все-таки не настолько лучшая. Согласен? Хорошо. У вас получился так, нормальный буддийский монаст с пробритым лбом. Причем, пробритым он туда-то, в середине стене. Значит, линия волос у Евы совершенно не так устроена. Это верно. И волос, ну, просто существенно больше. Ну, у меня лоб маленький. А, Ева, это огромный. Нет, нет. Я бы маленький. Да. Поля, вы просто не видели маленьких лобов. У Евы очень красивый, высокий лоб как раз. Обои-то такие. А, обои-то... Да. А, как ты там маленький, пожалуйста? Ну, а подбородок все-таки не настолько широкий. Вот, смотрите, линия подбородка почти равна линии ширины рта, да? Ну, да. А, вот. Хорошо. А если вы смыкаете линию надбровей вместе, вот так, вы всегда будете получать выражение угрюмости и на зубе. Вот если мы эту линию разорвем, так разомкнем, то выражение сразу станет существенно менее насупленным и строгим. Все будет хорошо. Вы большие глаза. Так, ну... Террор от больших. Нет, ну... На самом деле, задачка в очень большой степени для тебя выполнена успешно, потому что глаза на затылок не ушли. Рот на месте рта. А плечи очень высокие? Да нет, ну, обрати внимание. Вот когда вот с этой позиции смотришь, высота плеча несколько... Ну, вот я сейчас плечи пробую, я не вот так пойду, да? Значит, плечи подходят к шее несколько ниже уха. Ну, вот ухо должно быть здесь, откладываем этот же размер сюда, ну, вот так примерно уши и пальцы. То есть положение плечи как раз в данном случае нормально поймано. Хорошо. Вот вы понимаете, вы таким образом добились очень интересного эффекта. Это один из стандартных способов информации изображения. Значит, вы создали эффект глубины. Когда вы какой-то части, что-то такой крупный, так? Мне голова аква... Для зрителя она сразу выдвигается на передний план. Да, только... Тем более, что голову вы сделали такой маленькой. Ну, только вот это должно быть тогда на голову. Да нет, можно... Здесь другое место. Значит, должна быть другая форма листа бумаги. Вот если вы сделали вот таким, да, а не прямоугольным, то ваш эффект глубины сразу оказался подчеркнутым. И сразу стало понятно для глаз, что, да, действительно, руки выдвинуты, бог знает, куда вперед, а голова на борт откуда-то назад. Так, а если у вас одна деталь в одной перстеке, а вторая в другой, то вот это возникает эффект вывернутой перстеке. Словная штука, с этим я возиться не буду. Так, хорошо, допустим. Допустим. Володь, ну, теперь... Причем даже некоторые признаки сходства. Я только пытался, у него голова длинная, мне это очень мешает. Вам это очень мешает. У него такая голова. Наша же задачка была как раз попробовать передать. Нет, на самом деле с Гошей определенное сходство здесь есть. С Гошей тоже. Во всяком случае, то, что лицо вытянутое, то, что лоб и скула очень высокие по отношению к подбородку, это вы поймали абсолютно верно. Кисть на этой руке маловато. Я знаю. Значит, ну, вот смотрите, я приложил кисть к подбородку. Она примерно для чуть выше глаз. Ну, вот хорошо, а теперь вы вот эту кисть прикладываете сюда. Она согнута. Она согнута. Да, это не важно. Вы указали ее ширину. При такой ширине, ну, у вас же есть ширина кисти, да? При такой ширине сразу понятно, какая у нее возможная и невозможная длина. Так что на вашем вот таком развороте, тем более, что эта рука ближе к зрителю, чем голова. А это значит... Она дыхан будет больше. Да, пропорция кисти должна быть... Капель спец. Как минимум, вот так. Значит, попробуй провести мысленно линию через серединку подбородка, рта и носа. Мысленно, мысленно. Вы уж не обязательно... Значит, ну, на самом деле, то, что голова не состоит из прямых линий, ну, это абсолютно верно, утвердили. Но если вы сделали наклон этой линии так, то у вас общая волица не так пойдет. Эта линия вот сюда, эта линия вот сюда, эта линия подожмется вот так. Значит, ну и потом, меня, конечно, может зрение обманывать, но у Майя, по-моему, на голове волосы и капотицы. Ну, да. А ведь дело в том, что волосы в вашем варианте изображения создают, а волосы как? Так, если уж мы рисуем не бритый череп, который... Могу побриться. Прямо сейчас на скаку. Вот смотри, что ты делаешь. Ты волосы делаешь за счет размера лба. А нужно ли его убил за счет размера лба? Наоборот, вот здесь не хватает объема. Портретного скобства, вот смотрите, такие фокусы мешают передавать портретное скобство. Очень важно в данном скобстве. Вот смотрите, вот свежка вот сюда. Дешки-то у нас в основном направлены в... Ну вот, вот, вот. А линия упала. Вот здесь, вот здесь две зоны крючка. А они очень хорошо в данном случае. Легенькие линии. Смотри здесь! Не, настолько же мощные, как он. Небольшие. Так вот. Да. Смотри, линия, идущая от спинки ногтей к брови. Вот эти вот, да. Вот так, слегка, вот так слегка прожить. Необязательно прожить. Необязательно прожить. И у вас сразу реальная форма глазницы, как в спиннике. Легка. Вот. Ну, вот, пусть уже... Ладно, гух с ними. Лови! Можно немножечко здесь нехолодное. Пожарите. Вот. Ну, и, пожалуй, самое главное. Смотрите. Вот у вас положение ушей, вот здесь вот, внешне слуховое. Вот у вас уголок челюсти, вот мы вот здесь видим. Да? Ну, давай посмотрим. Вот эта линия. У вас она сходящаяся к центру. А на самом деле, эта линия, вот отсюда, вот сюда. Она слышно в сторону центра линии? Она почти нескольная. В этой части голова слепленная мечта. Она, 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 она...